Как сделать простое моющее средство, которым пользовались наши бабушки и дедушки? Первое, что нужно сделать, это просеять золу. Если вы на природе и нет такой возможности, чем просеять, в таком случае, те досочки, которые всплывут, нужно будет их в сторону убрать, чтобы слить этот чистый щелок. Продолжение следует... Я просеял ведро древесной золы, теперь буду заливать водой. Заливать нужно так, чтобы на 5 сантиметров выше золы была вода. Если мы сделаем поменьше воды, щелок будет более мощный. Если сделаем побольше воды, щелок будет послабее. Заливать вода Заливать воду Заливать воду Заливать воду Ну вот, закипела. пусть еще покипит 5 минут после этого мы уберем с огня для того, чтобы зола осела если бы мы не просеивали золу, тогда бы тут еще плавали разные щепки прошло полчаса вот верхний слой это и щелк вот эта вот жидкость светлая вот такая она еще взять такая маслянистая но не как масло а как мыло да, кстати, нужно быть осторожным если в чистом виде опасно, в общем, в чистом виде вот так вот, как я сейчас делаю мыть руки, например или волос может разъедать то есть она очень мощная как щелочь поэтому надо смешивать с водой если моете посуду надо разводить с водой примерно стакан на 3 литра на 2-3 литра из него также делают из, получается, щелка делают мыло мыло, шампунь и так далее прошло несколько часов щелок стал еще светлее вот такой вот совсем прозрачный все будет проще его сливать уже не будет столько муки поэтому можно будет его спокойненько сливать зола, которая на дне она так утрамбовалась легко вообще-то лает без проблем не зря наши бабушки и дедушки пользовались этим средством так о, как же блестит как вы, наверное, заметили это средство моющее средство оно делается очень просто всего лишь нужна зола для этого зола, вода и огонь и может пригодиться тем, кто оказался например, в лесу где-нибудь на природе на рыбалке допустим да, для охоти и нету ни шампуня нету ни мыла там моющего средства то есть ну нету под рукой ничего поэтому можно да, вот так вот с собой сделать щелок и да и руки помыть и посуду и одежду даже постирать ну и конечно да оно очень простое и бесплатное поэтому я думаю что каждому человеку у которых у которого есть зола я думаю оно может пригодиться так мы на огород в деревнях да, например на огород высыпаем ну а кроме этого еще можно вот и делать щелок так что не забывайте о том что да ставить класс ну и поделитесь этим видео с друзьями со своими да может быть им пригодится да вот 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 вот